28 мая в УМВД России по Тверской области журналистам рассказали о причинах и профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений. Встреча приурочена к предстоящему Дню защиты детей. По статистике правоохранителей, проблема ухода детей и подростков из дома по-прежнему актуальна. По данным полиции, с начала этого года на территорию области поступило 113 сообщений о самовольных уходах детей и подростков из дома, 84 случая, из учреждений образования 19, из учреждений соцзащиты и здравоохранения 10. Местонахождение всех скитальцев, а их было 92 человека, установлено. Большинство обнаружено силами полиции СУСКО МЧС в течение первых суток после ухода. Только одного подростка искали несколько месяцев. Это подросток-воспитанник одного из государственных учреждений нашего региона, который в феврале текущего года это государственное учреждение покинул самовольно. 21 апреля его местонахождение было установлено. Подросток обнаружен в Челябинске. Он помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Буквально вчера был доставлен на территорию региона. Сейчас находится он у нас в социально-репрессионных центрах. По данным полиции, парень неоднократно уходил и все время его находили в других регионах страны. Подростка просто тянула к перемене мест. Каждый случай ухода детей и подростков анализируется сотрудниками ПДН. И вот основные причины. Это само утверждение во взрослой жизни, это стремление к взрослой жизни, жить самостоятельно, без контроля со стороны взрослых. В некоторых случаях это отклонение в психическом развитии несовершеннолетних. А еще дети нередко конфликтуют с родителями. И происходит это все чаще во внешне благополучных семьях. Зачастую в таких семьях родители большую часть времени уделяют зарабатыванию денег и созданию комфорта проживания себя и своих детей. При этом меньше времени уделяют какой-то такой эмоциональной связи с ребенком. Зачастую бывают, разговаривая с родителями, когда они не могут назвать ни друзей, ни место, где гуляет подросток или где бывает подросток, ни увлечения, ни чем занимаются подросток. Жестокого обращения с детьми с начала года сотрудниками полиции не зафиксировано. Но случаи пренебрежительного отношения к собственным детям у иных родителей встречаются. На особом контроле инспекторов ПДН дети-сироты. Для них вторым домом стали школы-интернаты. Из одного такого учреждения воспитанники уходили 142 раза за один год. Ситуация нормализовалась лишь после вмешательства правительства Тверской области. Дети должны быть заняты чем-то. Они должны приходить в общежитие и чувствовать себя как дома. Отсутствие каких-то мероприятий, проводимых в свободное от учебы время, желание ребенка чем-то заняться. Заняться в общежитии нечем. Работы не проводятся. Куда они идут? Как всегда, они идут на улицу. И как следствие, с начала года на территории области совершено 117 преступлений с участием несовершеннолетних. Как правило, это кража. Причем не ради того, чтобы прокормить себя или свою семью. Дети крадут, чтобы быть ближе к красивой жизни, которую видят по телевизору. Или идут на преступления, чтобы доказать сверстникам, что и они могут совершить взрослый, как им кажется, поступок. Не понимая, что всего один поступок может поломать всю жизнь. Как уберечь детей и подростков от необдуманных поступков? Как удержать их дома и суметь заинтересовать настоящими хорошими делами? Об этом пойдет разговор 29 мая в студии программы «Тема дня». В гостях у Ирины Чекуновой руководитель службы судебных приставов, уполномоченный по правам детей в Тверской области и сотрудники полиции. Эфир 29 мая с 13 до 14 часов.